Всем привет! Днепр на связи, 20 октября, час 23 ночи. Ну что, друзья, господа уклонисты и им сочувствующие. Мы начинаем нашу ночную рубрику «Ашо-Цебуло». А, собственно, «Ашо-Цебуло» Украина вновь обстреляна. Беспилотники, баллистические ракеты, кабы, все это летело по украинским городам, начиная с вечера. Прошедшего дня и в данный момент угроза не миновала в большинстве областей. Давайте, друзья, по порядку. Собственно, в 6 часов вечера была информация о том, что по Запорожье под угрозой пуска кабов, активна российская авиация и, собственно, в 18.03 прозвучали взрывы. В одном из районов было видно задымление. Прокомментировал ситуацию сразу же глава областной военной администрации Запорожской области, указав на то, что официально два удара по городу сказал о том, что есть пострадавшие и что взрывной волной и обломками повредили там дома, машины. В общем, хватало неприятностей. В свою очередь, российская сторона в виде рогово заявила о том, что в Запорожье громко во временно оккупированном нацистами городе Запорожье в данный момент звучат взрывы, сказал он. По предварительным данным идет отработка по военным целям кабами. Также работает ПВО, что представляет собой наибольшую опасность для мирных жителей. В свою очередь, украинская сторона показала огромную воронку. Указывается, что прилетела буквально в 100 метрах от гипермаркета, прямо в землю, там на дороге, на тротуар, просто сумасшедшая воронка от каба. Жесть! Указывается, что магазины, аптеки, супермаркет, все это пострадало. И количество пострадавших на момент 19.40 уже было 4 человека, трое женщин и один мужчина. При этом уже в 20.41 была более подробная информация. Указано, что количество раненых возросло до 8 людей. Среди них двое подростков 9 и 13 лет. Вот такие последствия атаки россиян по Запорожью указали в областной военной администрации. Сказали, что дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщин от госпитализации отказались. Остальных пострадавших медики досматривают, что там как, корректируют. В общем так, один из прилетов указал Федоров на то, что это несколько метров, несколько сот метров от гипермаркета. Также уничтожен частный дом, но не указал, куда случился второй прилет. Здесь история умалчивает. В свою очередь глава областной военной администрации Сергей Лысак в нашей области заявил о том, что продолжались в течение дня обстрелы Никопольского района. Под ударом был сам Никополь и Марганецкая громада. Были применены дроны Камикадзе и артиллерия. Повреждено 5 частных домов, сарай, гараж, линия электропередач. Повреждена инфраструктура. Погибших и пострадавших нет. А вот у нас, друзья, тревога была еще с 21.46 до 23.58. В это время в 22.12 сообщалось о том, что ударный беспилотник над Павлоградом, скорее всего, жители слышали эти звуки, взрывы. В общем, шла боевая работа. При этом в 22.37 добавилась баллистическая угроза. И пошла ракета в сторону города Кривой Рог. В районе 22.44 прозвучал первый взрыв, достаточно мощный. Указано, что по городу был нанесен удар баллистикой. И в 23.11, друзья, уже последующий был взрыв. Второй, второй прилет, вторая баллистическая ракета. Отреагировал Вилкул изначально. Он заявил о том, что второй удар баллистикой за последние полчаса. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Далее сказал, что продолжается аварийно-спасательная операция. Работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы. К вниманию жителей он указал, где разворачивается штаб помощи, где можно оформить там помощь, получить первую помощь необходимую. Далее, друзья, отреагировал Сергей Лысак, глава областной военной администрации. В 23.59 он написал, что враг дважды атаковал кривой рог. Горел автомобиль, огонь побороли. Последствия уточняются, больше информации потом и пожелал тихой ночи. Ну, две баллистические ракеты, и от них горел автомобиль. Ну, знаете, такая себе информация. Скорее всего, прилетела, ну, действительно, серьезно. Что еще, друзья, начиная с 9 вечера угроза была в Одесской области, над самим городом Одесса летал ударный беспилотник. В общем, и сейчас там что-то летает. Киев, Киевская область, тоже были слышны взрывы. Пролетали беспилотники над городом. Кличков, 12, по-моему, ночи сообщил, что в городе Киев работают силы ПВО. Будьте осторожны, бдительны, проходите в укрытие. Вот такие, друзья, дела. Что еще у нас из интересного? У мэров министр обороны Украины заявил, что в момент принятия закона о мобилизации мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза. 12% военнослужащих теперь добровольно вступают в ряды ВСУ. По его словам, хорошие показатели мобилизации свидетельствуют о готовности украинцев защищать свою страну с оружием в руках. США готовы пригласить Украину в НАТО, пишет издание Le Monde. В пятницу Байден встретился с лидерами Германии, Великобритании и Франции. Главной темой беседы была Украина. По плану победы Зеленского партнеры консенсуса не достигли и, скорее всего, общего решения до выборов в США не найдут. В частности, были разногласия по пункту о разрешении на дальнобойные удары по РФ. Лидеры стран согласились, что этого мало для кардинального изменения ситуации на фронте. В то же время против вступления Украины в НАТО США с Германией больше не возражают. Если на выборах в США победит Камала Харрис, Байден сможет начать работу над приглашением Украины в Альянс. Вот такие дела. Далее издание «Инсайдер» пишет о том, что Си Зимпинь призвал войска готовиться к войне. Сегодня Си посетил одну из бригад ракетных войск Народно-освободительной армии Китая и поручил им повысить боеготовность и начать сдерживать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что, друзья, у нас несется. Что еще? Стефанишина, наш министр по европейской и евроатлантической интеграции, заявила, что рейды ТЦК – это правильно. Я чувствую много несправедливости, когда вижу в обычных местах, везде по городу, здоровых мужчин, которые просто наслаждаются жизнью. Вот такие дела. А сотрудник ТЦК открыл стрельбу с автомата во время проверки документов в Запорожье. Об этом пишут местные СМИ. Причиной случился конфликт работников ТЦК с гражданскими. Во время словесной перепалки он достал автомат и выстрелил в воздух. Ну и ну. Вот такие, друзья, дела. Там ТЦК стреляют, здесь летают беспилотники, летят ракеты, атакуют различные города. Как жить? Как выжить здоровому человеку? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже все, кстати, больные заявили, что каждый из нас уже какие-то психические расстройства имеет. Я, например, разговариваю с темнотой по ночам, днями, хожу. Вот такое вот у меня дело, друзья. В общем, вам желаю всего самого лучшего, когда бы вы не смотрели утром, днем, вечером. У кого там как по, скажем так, временной полосе, да. Друзья, спасибо за внимание. На данный момент у нас без сигнала воздушной тревоги, но ситуация, конечно же, может резко измениться. В Украине продолжаются во многих областях сигналы воздушной тревоги, угроза беспилотников, угроза ракет. Кривой Рог, надеюсь, все живы-здоровы, пока что нам особо информацию не рассказывают. Ну, сами видите. Вам добра, отдельным личностям бобра, всем удачи и до нового выхода на связь, надеюсь, уже утром. Без поводов для дальнейшего продолжения темноты. Всем удачи!